Прошлогодний проект, помним, он, в принципе, наверное, родился как-то сам собой. Была круглая дата, 75 лет со дня победы, и мы со студентами просто думали, как мы можем отметить эту дату. Понятно, что мы могли это отметить в первую очередь своими, ну, студенты, естественно, своими художественными работами. И вот решили сделать серию работ. Каждый студент выполнил свою серию работ. Мы собрались вот в этой аудитории, подумали, что мы можем сделать ко дню победы, и первое, что пришло в голову, это была вот такая выставка. В этом году мы сделали со студентами набор поздравительных открыток, посвященных Дню Победы. Каждый из студентов подготовил свой эскиз, свой макет открытки, посвященный этой знаменательной дате. Безусловно, наверное, для каждой семьи в нашей стране этот праздник очень значимый. Ну, и наши студенты не являются исключением, и каждый раз они делают что-то, так скажем, от сердца. Праздник, во-первых, памяти, и в первую очередь памяти о тех людях, которые отдали ради нашей победы, ради нашей мирной жизни, свои жизни. Это праздник радостный, это первый день мира после очень-очень долгой и кровавой войны. Поэтому считаю, что этот день должен отмечаться радостно. Я решила затронуть эту тему, потому что я считаю, что это очень важно, помнить то, что наша страна участвовала в такой страшной войне. Хотелось больше эмоций вложить в эти работы, чтобы было видно, что нам всем еще не все равно, что мы должны это все помнить. Что это все-таки, как бы, наша, что ли, обязанность до сих пор чтить память людей, которые действительно спасли страну и помогли нам дальше жить спокойно и мирно. На одной моей открытке как раз-таки голубой фон, облака, белые птички, и написано «Спасибо за мирное небо над головой». А на другой — георгиевская лента и фотографии с фронта, с войны. Также я там разместила фотографию своего родственника, своего прадедушки, потому что он тоже как раз-таки был на войне. Эту тему поднимать можно и нужно дальше, потому что, допустим, если еще нам, наши прабабушки и прадедушки, могли что-то рассказать, то, допустим, уже нашим детям мы можем рассказать только мы. И я считаю, что это нельзя забывать, и нужно об этом разговаривать, передавать из поколения в поколение дальше, чтобы дети знали, что вот их, например, прадедушка, прапрадедушка воевал за страну. Для меня этот праздник имеет большое значение, думаю, как и для всех остальных. И я выбрала определенный сюжет. Я думаю, это важно для всех, потому что это наша память, наша история. И важно об этом, конечно, помнить всегда, но вот на праздник мы, как художники, дизайнеры, можем изобразить свое видение этого праздника. На моей открытке изображен дедушка. Он сидит на лавочке в парке под ясным небом, и по небу пролетают бумажные самолетики. Это довольно банальная идея, но мне показалось, что она будет как нельзя кстати. В первую очередь, для меня 9 мая – это праздник памяти. Памяти об ужасах войны, о том, что нужно ценить мирные дни, и о том, что нужно помнить подвиг наших прадедов, и не забывать их, не оставлять их одних. Нашему поколению не все равно, что было в прошлом, и что такое война, и как она отразилась на нашем, на всем человечестве. Нужно участвовать в подобных акциях, и это просто как бы и объединяет нас, и сближает. И такие даты как бы являются общенациональными праздниками, которые служат просто ради памяти, так скажем, наших предков, которые отдали жизнь во имя нас.